Добрый день. Мы с вами сегодня начнем новую тему, нового для нас пророка, по крайней мере в каком-то смысле, нового Еремиягу. Но прежде чем начать занятие, я хотел бы, как всегда, посвятить свои слова своей супруге, которая ушла из жизни полтора года назад, Люба Бат Михаэль, и память о ней, и возвышение ее души. И невозможно, конечно, не упомянуть о тех событиях, которые происходят, и о бойце ИГОЗа, отделении ИГОЗ, который погиб в Джинине во время последней операции. Здесь написано, что «Будь хорошим» – это то, что оставил после себя боец, погибший в Джинине. Зовут его Давид Иуда Ицхак, и он пал в Джинине, как мы с вами сказали. И в своем письме, который, видимо, он обратил к самому себе, то есть как бы как дневник, он написал «Будь хорошим, просто хорошим». Когда ты будешь думать больше перед каждым делом, которое ты сделаешь, ты будешь делать его лучше, и меньше будешь обращаться к делам, которых ты не хочешь. Меня потрясло это высказывание. Оно для меня проникновенное, более сильное, чем, скажем, то, что постоянно говорят от имени Реби, Менахома Менделя, «Думай хорошо и будет хорошо». Я понимаю, что если настраиваться на хорошее, то оно чаще будет происходить. Но здесь совершенно другая позиция, совершенно другая позиция. «Будь хорошим». Не то, что думай хорошо, а будь хорошим. «Думай о том, что ты делаешь, чтобы сделать, и тогда ты сделаешь это лучше». И потрясающие совершенно люди. И, конечно, безумно жалко, что такие люди уходят из жизни. Но, как видите, уходя из жизни, они проливают свет на то, какие они, какова армия Израиля. Ее даже невозможно сравнить со всеми остальными армиями, тем более воюющими сейчас. После этого вступления, на мой взгляд, совершенно необходимого, мы обратимся с вами к пророку Еремияху. Мы попробуем сегодня сделать так. Посмотрим, вы мне скажете тогда, как это получается. Я взял текст на иврите, и мы его будем переводить. Ведь он лаян, мне кажется, что это добавит к нашим занятиям и приблизит нас к тексту. И у нас здесь будет все-таки совместная работа, которой у нас не хватает. Вместе будем стараться перевести. Итак, пророк Еремияху. Он начинает пророчествовать на 13-м году правления царя Йошиягу. Я собираюсь вам показать сейчас таблицу. Царь Йошиягу начинает править в 475 году до этой эры. Мы вернемся, естественно, к его личности. Еще не раз можно отметить, что он правит после 55 лет правления Минаше, который превратил всю страну, насадил в стране в значительной степени насильно идолобоклонство, превратил храм в служение идолам. За ним правил 3 года его сын Амон. И вот если мы знаем, что когда Еремияху начинает пророчествовать ему 40 лет, и мы возьмем 40 лет назад с вами, то мы попадем в 502 год до этой эры. Это момент рождения пророка Еремияху, 502 год до этой эры. В 507 году царь Минаше раскаялся. Его раскаяние, может быть, не было полным, или его личное раскаяние было полным, но он не сумел изменить обстановку в стране. И все пророки, включая того же самого Еремияху, говорят, что причиной разрушения храма было 55-летнее правление Минаше, когда сознание сыновей Израиля изменилось, они приблизились к пониманию мира такому, какому есть у идолопоклонников. И это, в общем-то, определило все, определило дальнейшую страну страны. И уже идолопоклонство из людей, так сказать, невозможно было выкорчевать. Мы с вами об этом будем говорить, потому что царь Ешиягуб, праведный царь, пытается вернуть страну к раскаянию после 55 лет правления Минаше и 3 лет правления такого же злодея его сына Амона, Ешиягуб, сына Амона, пытается привести страну к раскаянию, но это сделать очень и очень трудно, потому что можно истребить идолов на улице, в полях, на площадях, но очень трудно истребить идолов из сердец сыновей Израиля. Это, в общем-то, определяет всю эпоху Еремьягу, и мы к этому еще не один раз вернемся. Но то, что здесь интересно, мы видим, что Еремьягу рождается до раскаяния Минаше. Минаше преследует пророков, жестоко расправляется с ними, вплоть до того, что он убивает своего деда, пророка Ешиягуб, в начале своего правления. Идея Минаше – оттолкнуть божественное присутствие, чтобы божественного присутствия не было в стране, и он видит основную связь Бога, так сказать, с землей, с нижним миром через пророков. Возможно, что он и прав в этом. И что он делает? Он запрещает пророкам иметь детей, он запрещает им приближаться к своим женам. Он понимает, что пророки не будут приближаться к чужим женщинам, он запрещает им приближаться к своим женам. И если кто-то узнает, что пророк, приблизився к своей жене, и донесет, ему полагается смертная казнь. Это проливает свет на строки, которые рассказывают о рождении Еремьягу. Сам Еремьягу Каген из города Анатод, недалеко от Ярушалаима. И мы еще вернемся к этому вопросу. Конечно, вопросу, потому что Еремьягу Каген, но не служит в храме. Посмотрим, с чем это связано. А сейчас мы представим себе, как Еремьягу сам рассказывает о своем рождении. Это 20 глава Еремьягу. 20 глава Еремьягу, посыл 14 стих. И он говорит так. Проклят день, когда я был порожден в этот день. День, в который я родился. Мать моя не будет благословенна за счет того, тем, что через то, что она родила меня. Проклят человек, который известил отцу моему, говоря, родился у тебя сын, сын Захар, сын мужского рода, ребенок мужского рода. Хотел он его порадовать, обрадовать отца. А что из этого вышло, об этом нам рассказывает Раши, и об этом нам рассказывает Мальбим. Раши говорит прохлят день, когда я был порожден. Он переводит здесь на древнефранцузский. Это нас меньше интересует. Он говорит, что это момент, тогда, когда наступает беременность. И отец приблизился к матери Ремьялу, к своей жене, и он почувствовал, что об этом узнали, и он бежал. Он бежал, потому что, как пишет Раши, Минаше убивал пророков, которые приближали к своим женам. Тоже интересный момент. Мы понимаем, что в пророческих семьях рождались, как правило, пророки. Не случайно нам говорится, что если указывается имя отца, то в тексте, то значит, отец пророка также был пророком. И вот Минаше, зная об этом, он пытается искоренить пророчество таким образом, запрещает пророкам приближаться к женам. Дальше Мальбим нам поясняет, я тут не выписал его, но он объясняет, что значит проклят человек, который известил отца моего, сказав, родился у тебя сын. Радуйся. Почему проклят? Человек, который принес такое благое известие, как говорят, благую весть принес отцу Иеремиягу, почему же он должен быть проклят? Ответ заключается в том, что отец Иеремиягу скрывался, или отец, можно сказать, того ребенка, который родится, и которого назовут Иеремиягу, он скрывался, и выследили его, потому что гонец, пошел гонец, или просто доброжелатель, пошел, знавший, где укрывается, скрывается отец Иеремиягу, пошел рассказать ему о том, что родился сын отца. Выследили, подвергли пыткам и казнили. И матерь Иеремиягу умерла при рождении, и мы видим, что само его рождение трагично. Мы понимаем, что пророк, который пророчествовал, начал пророчествовать за 40 лет до разрушения храма, его основное пророчество – это разрушение ушелаема, разрушение храма, неимоверные страдания сыновей Израиля и Иеремиягу. Он такой человек, может быть, это характерно для всех пророков или для многих, он воспринимает все происходящее с другими людьми, с другими людьми, с сыновьями Израиля, как происходящее с ним самим. Мы это очень хорошо чувствуем и в его плаче Иха, который мы будем читать в 9 ава. Он говорит, я человек, я тот человек, на которого выплеснулся гнев его, гнев Всевышнего, который бил меня плечью его гнева, что он умеет в виду. Я тот человек, который несет на себе всю эту боль, весь этот ужас разрушения храма. Он с неимоверной любовью относится к сыновьям Израиля, и здесь в скобках нужно подчеркнуть, что народ Израиля в любом случае, как бы он не был наказан Всевышним, как бы Всевышний не гневался на народ Израиля, он, народ Израиля, несет в себе, он находится на гораздо более высокой ступени, как морально-нравственной, так и духовной, понимания Всевышнего. Он находится на гораздо высокой ступени, чем все окружающие народы, и, как говорит пророк Амос, только вас я узнал из всех племен земли, и поэтому выплесну на вас свой гнев. Сыновья Израиля наказаны не за то, что они такие плохие, ужасные, нет и нет, они намного выше, чем другие народы, они наказаны за то, что они не справились со своей целью, со своим предназначением, с тем, ради чего они были избраны исправить весь мир. 890 лет прошло с момента исхода из Египта до разрушения храма, и эти 890 лет были даны сыновьям Израиля для того, чтобы они распространили знания в едином Боге во всем мире, и привели людей к соблюдению закона божественного, чтобы принесло в мир благополучие и свет, и это не было сделано, и за это были наказаны сыновья Израиля. Все могли показывать на них пальцем и говорить, что они хуже всех, поэтому они потерпели, на них обрушились такие несчастья, но это не так. Мне кажется, что об этом постоянно нужно помнить, что наказание пришло за неисполнение цели, а не за то, что мы такие плохие. И Ремьяву, еще раз, он чувствует боль, боль всего народа и боль разрушения храма. В Ихау, он говорит, в кости мои послал огонь с высоты. В кости мои. Я как храм сгоревший. Я как храм сгоревший. Это не храм горел. Нет, это не храм горел. Это я горел. Таков трагизм Ремьяву. И этот трагизм начинается с... Этот трагизм начинается с самого начала и с его рождения. И Ремьяву. Мы здесь видим в этих строках явную перекличку с Иовом. Он так же, как Иов, он не скрывает перед Всевышним своего непонимания и своего негодования перед тем, что делает Всевышний. Он не перестает молиться за сыновей Израиля. И здесь нужно представить себе, что так же, как у Иова, его негодование – это не отсутствие веры. Это не бунт против Всевышнего, а это искренность. Искренность. И Ремьяву рад бы был отказаться от той миссии, которая на него возложена, но он не отказывается частично как бы по призванию, потому что он призван, частично потому что он не может это сделать. Но в любом случае, его такой бунт и протест против происходящего, против страдания народа, против своей судьбы, он совершенно не говорит о слабости веры и неготовности служить Всевышнему. Это рождение Ремьяву Кавена из Анатота. Мы с вами посмотрим начало его пророчества. Это 16 глава. И как это часто бывает, я прошу прощения, ну да, 16 глава, первый пасук, первый стих. И как это часто бывает, первое пророчество, момент избрания не приводится в начале книги. В начале книги, и мы посмотрим это, Всевышний прежде всего говорит об любви к сыновьям Израиля и об избранности, и любовь и избранность не отменяются, несмотря на те наказания, которые обрушиваются на сыновей Израиля. И так вот, первое пророчество Еремьяву, как мы с вами сказали, на 13-м году правления Ешияву. тут я немножко должен поправиться, я хотел еще один момент с вами обсудить, прежде чем прийти к первому пророчеству. Вот это 16-я глава, как бы, которая подчеркивает еще один момент, очень трагичный в судьбе Еремьяву. И вот здесь 16-й главе в первом стихе, это не первое его пророчество, это моя ошибка, мы сейчас перейдем к его первому пророчеству. Здесь Всевышний говорит Еремьяву, не бери себе жему, не бери себе жему, пусть не будет у тебя детей, сыновей, пусть не будет у тебя дочерей. в этом месте, в этом месте в земле Израиля, а в каком другом месте они могут быть, сыновья и дочери. И вот так сказал Всевышний о детях и о дочерях, которые рождаются в этом месте и о их матерях, которые родят их, и о их отцах, которые, так сказать, породят их в этой земле. Умрут они в мучениях, не будут оплакивать их и не похоронят их, превратятся они в останки, брошенные в поле, брошенные на земле, и от меча и голода скончаются они, и будут их трупы для птиц на съедение небесных, на съедение им, и для зверей полевых. И вот так сказал Всевышний, не придете в дом, где оплакивают, оплакивать их. То есть еще один совершенно трагичный момент в судьбе Еремьягу. Ему запрещено брать жену, ему запрещено родить детей. Мы помним, что величайшего пророка Ешаягу у него были дети, его жена названа пророчицей, то есть женщина очень высокого уровня. Дети Ешаягу, они носят имена, которые сами по себе являются пророчеством. Здесь нет. Еремьягу сам по себе предсказания сам, как он идет, передвигается сам по себе как человек, он предсказание, что у этого места, как говорит Всевышний, у земли Израиля нету будущего. Мы понимаем, что будущее оно, мы понимаем, что будущее оно есть, да, но иногда Всевышний говорит, как он сказал пророку Ехискелю, конец пришел, конец этой земле, для того, чтобы потрясти сыновей Израиля, для того, чтобы пробудить их сознание, Всевышний иногда говорит, все, конец, нету будущего. И то же самое он хочет сказать через самого Еремьягу, который идет, передвигается среди народа, и все знают об этом пророчестве, и все види его вспоминают, на что Всевышний сказал, тебе лучше не рожать детей, тебе лучше не иметь сыновей и дочерей, потому что все они погибнут в страшных мучениях, и куда бы он ни приходил, и где бы он ни был, смотрят на него и вспоминают об этом страшном предупреждении, страшном предупреждении Всевышнего. Здесь, может быть, на секунду я бы хотел с вами сделать такой перерыв, перерыв паузу и представить себе Еремьягу в живописи, в изображении известных художников. И уверяю вас, это интересно и неожиданно. Перед нами Еремьягу в изображении Рембрандта. И мы можем говорить о свете, который характерен для Рембрандта, который проливается, как бы, духовный свет. Чувствуется, что у него нету какого-то определенного источника у этого света, и о контрасте с темнотой. Мы обо всем можем этом говорить, но здесь, на мой взгляд, заложено нечто большее. Рембрандт, как мы понимаем, жил в Голландии в то же время, когда жил там Спиноза, и Голландия была таким сосредоточием еврейской мысли. Туда начали в речь идет о 17 веке, туда начали бежать мараны из Испании, которые хотели, которые были привержены Торе, с одной стороны, с другой стороны, они были люди очень образованные, и люди широкого мышления. И Рембрандт общается с ними, и он очень много понимает, я вас уверяю. Мы можем представить себя и спросить себя, а что же здесь оплакивает Еремиягу? И где он сидит? Что это за пещера? И что это за предмет лежит перед ним? Только тот, кто знаком с пророком и с его пророчествами, и с еврейской мыслью, мог нарисовать такую картину. Опять же, Рембрандт очень много общался с евреями. Вот, если мы с вами возьмем картину Репина, изображающую Еремиягу у жертвенника после разрушения храма. Еремиягу в момент разрушения храма не был в Ярушалайме, видимо, он пришел позже к жертвеннику, уже все разрушено, и он здесь плачет, и разорванные одежды, и с одной стороны он поднимает голову к небесам, с другой стороны он закрывает глаза, все это как бы более-менее можно понять, представить себе, и центральный момент, это жертвенник, он пришел плакать к разрушенному жертвеннику для Репина, Еремиягу, это тот, кто оплакивает разрушение храма, превращение служения в нем, то есть такой, скажем, религиозный аспект для Рембрандта, Еремиягу прежде всего оплакивает царство, и это да, действительно характерно для Еремиягу в книге Иха, он оплакивает не только разрушение храма, и не только не только да, не только разрушение храма, не только страдания людей, он оплакивает прекращение царства, он говорит так, да, князья, царь и князья пошли в изгнание нету Торы, когда прекратилось царство, прекратилась Тора, мы можем это понять по-разному, и действительно в Галуте это совсем не та Тора, и Тора свободных людей, которые живут под властью, под властью царя еврея и особенно такого правильного царя, как Ешиягу, это совсем другая Тора. Гибель Ешиягу на 31-м году его управления Еремьягу оплакивает словами «Мы думали, по тенью его мы будем в изгнании». Он думал, что даже если изгнание неизбежно, то такой царь, как Ешиягу, который следует словам пророка, он сможет сделать так, что изгнание будет на своей земле. Да, будет чужая власть, будет давление чужой власти, но сыновья Израиля не будут изгнаны под твоей, под сенью твоей, мы думали, мы думали, что мы будем в изгнании Ешиягу, он называет руха, пыну, дыхание наших ноздрей. И здесь Еремьягу сидит рядом с царской царской короной и со знаками царского отличия. Только-только кажется, что эти великолепные одежды, как мы понимаем, они только что были на царе, и вот царя нет, он оставил эти одежды, сам царь ушел, и куда он ушел? Мы знаем, что последний царь иуды, Циткиягу, при осаде Иерусалима, Иерушалаима, когда была проломлена первая стена, он бежал по тайному проходу, и в Иерушалаиме есть пещера, которая по традиции считается, пещера Циткиягу считается, что через нее он бежал, и вот здесь он Рембрандт изобразил Еремиягу, для которого самая большая трагедия это отсутствие царства, отсутствие отсутствие еврейской власти, как Иерушалима, последний царь Циткиягу также был праведным царем, не сумел справиться со своей задачей, не сумел справиться со своим окружением, которое было в общем-то носителем традиции Миношения, успел не смог с ними справиться, и вот царя нет, и мы как бы физически ощущаем это отсутствие царя на картине Рембрандта. Хотелось бы, чтобы такое проникновение в текст и в смысл пророчеств было у подавляющего большинства сыновей Израиля. Думаю, что это нас бы очень-очень продвинуло в лучшую сторону в нашей ситуации. Это как бы такая пауза, такой, если хотите, педагогический прием. А теперь мы с вами возвращаемся к первой главе, к первому предложению, к первому посуху стиху, и все мои слова о том, что в начале, как правило, не дается пророчество, для Ремьяху они были лишними, совершенно ошибочными, и тут я приношу извинения, потому что говорить, ну, говорить, как вы понимаете, не так просто. Короче, признаю свою ошибку, возвращаемся к первой главе Ремьяху, где дается первое его пророчество. И здесь и книга Ремьяху начинается злов, слова Ремьяху, сына Хилкиягу из Кагенов, который в Натоте в земле Беньямина. Все бы это нам нужно было разобрать и представить. Прежде всего, если идти по порядку, имя Ремьяху, конечно, оно само по себе как бы само по себе имя описывает целую эпоху, тенденции эпохи, так же, как и имена других пророков. Если мы возьмем имя Ишиягу, пророка Ишаягу, то имя Ишаягу, как мы помним, с вами образовано от слова Еша, спасение. Есть надежда на спасение, должно быть спасение, идет борьба за спасение, Ишаягу ведет борьбу за спасение. Да, он в какой-то момент признает, что будет изгнание, предсказывает изгнание, но, как вы помните, он говорит и о возвращении из изгнания. А может быть, его имя Ишия, спасение, главным образом относится к тому чуду, которое произошло в его время в Иерушалайме в годы правления царя Хискиягу, на 14-м году правления царя Хискиягу, как вы помните, Санхириев, царь Ашура вторгся в Иерушалайм и 180 тысяч его воинов погибли недалеко от города, а сам он бежал в Нинве, может быть, это Еша, Ишаягу, спасение, спасение Бога, оно относится, может быть, к этому чуду. Так или иначе, это период, я бы даже сказал, не ожидания спасения, а борьбы за спасение. Ишаягу борется за спасение. Еремиягу состоит из двух слов «Ирам» и три буквы из имени Всевышнего. «Ирам» от слова «рам» «высокий» можно перевести как «бог», «бог высокий». «бог высокий», «бог возвышенный». И здесь есть указания на силу Всевышнего, но и указания на то, что и Всевышний остается непонятным, то, что он делает, изгнание, оно не укладывается в сознании людей, и в то, что Всевышний, так сказать, приподнялся, как бы образно говоря, над землей, оторвался от нее, от земли, и как бы не управляет ей, оставил ее в руки царей, злодеев, и перестал защищать свой народ. И то, и другое слышится в этом имени. Мы помним, что Ижаягу в своем видении такого отдаления Всевышнего от храма, от земли Израиля, от народа Израиля, начало отдаления, о котором говорится в 6 главе Ижаягу, он говорит, он видит, как бы видит Всевышнего сидящего на престоле, и этот престол назван Рам Дениса, высокий и возвышенный. Мы слышим здесь тоже слово Рам, которое в имени Ирим Ягу, тоже слово Рам возвышенный, и опять же в этом может быть и положительный момент, но то, что важно для Ижаягу, то, что престол начал приподниматься и отрываться от земли, также указывает на отдаление божественного присутствия в цынове Израиля. И вот это имя Ирим Ягу очень емкое, Всевышний висок, естественно, он могуществен, он непонятен, но в то же время вот эта его непонятность как бы она с другой стороны как бы отражается в том, что он как бы оставил землю и передал ее как бы передал ее в руки царей. Это имя Ирим Ягу, на мой взгляд, очень емкое и определяющее целую эпоху. Бен Хилки Ягу, то, что указаны имя отца, как мы с вами говорили, это говорит о том, что отец Ирим Ягу также был пророком. Здесь мы, к сожалению, не можем сказать, что отец воспитал его, повлиял на него, но, тем не менее, как бы генетически пророческая сила передалась Ирим Ягу. Имя Хилки Ягу означает удел, имя Хилки Ягу означает удел Бога, удел Бога, и это, конечно, относится ко всей земле Израиля, это выражает надежду на то, что Всевышний не оставит свой удел, не оставит свой хелик, свою часть, не оставит ее никогда. Вот такое имя надежды. По-другому, чем имя Ирим Ягу спасения Всевышнего, но здесь также имя отражающее надежду. Теперь то, что Ирим Ягу Мина Коганим из Когенов и то, что он из Анатод нам поможет раскрыть эти моменты книга Малахи Мали, первая книга царей или царств, и во второй главе здесь говорится так, что после попытки короновать Адонию царь Шламо обращается ко всем участникам этого заговора, который явно противоречил воле Давида поставить Шламо на царство. Это происходит через несколько дней после того, как Шламо зашел на престол. И вот здесь говорится, авиатару сказали царь, 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 царь Шламо, иди вы на тот в твое поле, ибо ты, ибо ты человек, который должен быть приговорен к смерти. и шмавит, ты человек мертвый, должен быть приговорен к смерти, он не казнил его, но говорит о нем как о мертвом. Ты в этот день, я не убью тебя, потому что ты носил ковчег завета, Бога, перед Давидом, отцом моим, и ты был во всех тех же постах, ты постился, когда постился отец мой. Кто такой авиатар, мы с вами помним, это единственный ребенок, который, ребенок, молодой человек, который спасся из города Нов, когда Шауль расправился с этим городом Кагенов, и Виатар пришел к Давиду и принес ему Урим и Тумен. Давид в это время скрывается, Виатар разыскал его, и, естественно, Давид принимает его и тяжело переживает, что он косвенным образом стал причиной разрушения Ноба, разрушением города Ноба, и здесь говорится дальше продолжение программ Шламо Авиатара, чтобы он не был Кагеном для Бога, чтобы он не служил в храме, чтобы он не исполнял Слово Бога, которое дано, чтобы он не исполнял Слово Бога. Теперь, и вот Авиатар, который был предан Давиду, он, тем не менее, восстал против Шламо, и здесь никакие для царя никакие, скажем, чувства, ни родственные, ни дружественные, ни чувства благодарности не имеют значения. Царь не имеет права простить бунт против него. Он не имеет права это сделать. Хочет он, не хочет того. И вот он изгоняет Авиатара для того, чтобы он не был в храме, чтобы у него не было влияния, куда он изгоняет его в город, а на тот, на его поле. Теперь Авиатар не будет получать долю от жертв, он не будет получать приношения когенов, он устранен от работы в храме. У когенов были какие-то поля, которые они приобретали, и они в как бы те поля, которые относились к земле не заселенной, не разделенной, не данной в удел коленом, а такие земли были, и царь мог наделить землей когена, так что в Ятаре могло быть поле, оно находилось в Анатотте, и туда он был изгнан, чтобы жить от плодов этого поля, но не от жертвы, не от тех примошений, которые дают когенам. Еремиягу происходит из Анатота, от тех когенов, потомков Абьятара, которым запрещено служить в храме постановлением шламо, которое воспринимается как пророческое постановление и не отменяется на протяжении поколений. И вот теперь мы знаем этот код с вами, слова Бога, которые обращены к Еремиягу, сыну Хевгиягу и скавенов, которые в Анатотте, в земле Беньямина. Нам бы нужно было разобрать с вами первое видение Еремиягу, которое приводится в начале его книги, но я думаю, что мы оставим это на следующий раз, а сейчас я бы хотел выслушать ваши вопросы, предложения, возражения и все, что вам придет так сказать на ум в хорошем смысле слова, пожалуйста, я готов обсудить вместе с вами. Я останавливаю Шея и я вижу вас всех, да, вот вижу, что нас сегодня немного, но это не имеет значения, я бы не гонялся за количеством, а только за качеством. Пожалуйста, если что-то хочется спросить, я с вами. Народ, есть вопросы? Если нет, то мы может быть продолжим дальше. Продолжим немного дальше? Несколько минут продолжим дальше, да? Окей. Ну, давайте, давайте, тогда я возвращаю Шея, секунду, я возвращаю Шея, и мы с вами возвращаемся к первому пророчеству, к первой главе, к первому пророчеству, которое получил Еремиягу. И было слово Всевышнего ко мне, говорит Еремиягу, во времена Йошиягу, царя Йошиягу, внука Минаше, я напоминаю, который правит после 55 лет разрушительных правления Минаше и трех лет правления Омона, который вытворяет просто совершенно бесстыдные вещи, настолько бесстыдные, что его окружения, которые, в общем-то, и сами являются передовопоклонниками, они убивают его. После этого в стране наступает такая пауза, не знают, что делать, видят, до какой мерзости доводят идовопоклонство и выбирают царем восьмилетнего ребенка, это Йошиягу, который становится на путь праведности, но с большим трудом, у него занимает время для того, чтобы начать как-то проводить какие-то реформы в стране очень мягко, потому что в противном случае это проведет гражданская война, потому что страна разделена пополам на сторонников Минаше продолжения того же образа жизни и на сторонников возвращения к на сторонников возвращения к Тори, к образу жизни по Тори. Про Йошаягу говорится, что он в 12 лет начал искать Всевышнего. Начал искать Всевышнего и на 12-м году своего правления он начинает реформы. Начинает реформы, то есть мы понимаем, что если определенное время 4 года исполняется ему через 12 лет ему исполняется через 4 года после того, как он начал править, а 12-й год правления это еще 8 лет. Вот эта нерешительность Ишшайя не является его виной, обстановка очень сложная, и он начинает возвращать страну к раскаянию. В это время, как мы представляем себе, Северное царство уже не существует, но и Ашур находится в тяжелом положении, и Ишайягу пытается распространить свою власть на территорию Северного царства, которая была разрушена, которая была разрушена Ашуром, и которая вот теперь осталась такой бесхозной территорией. На ней живут остатки 13 колен, и ее, как мы знаем, правителям Ашура не удалось заселить чужими народами, как они это пытались всегда делать, это по определенной причине не получилось, и вот Ишайягу призывает 10 колен вернуться под его власть, вернуться из изгнания, и они действительно возвращаются в какой-то в какой-то степени возвращаются позже. Ишайягу посылает Еремиягу с поручением вернуть 10 колен из областей Севернее Дамаска, куда они были переселены царями Ашура, и Иремиягу идет в долгий такой поход, который занимает у него много времени, для того, чтобы обратиться к 10 коленам с призывом вернуться. это время Ишайягу. Ишайягу, конечно, ему нужна была поддержка, очень существенная, и такой поддержкой был для него Иремиягу, потому что начать править 8 лет, это даже не Шламо, который начал править в 12 лет, и в такой сложнейшей обстановке, еще сложнее, чем была Ушламо, на плечи которого легло царство, построенное Давидом. Ишайягу, он бен Амон, как раз сын того самого Амона, которого мы постоянно упоминаем, который правил 3 года после Минаше, он царь Ягуды, потому что северное царство уже не существует, и на 13-м году его правление Ишиягу, в то время как на 12-м году он начинает реформы, на 13-м году его правление есть видение Иремиягу. И было в дни Иоакима, сына Ишаягу, царя Ягуды, до конца до конца 11-го года Циткиягу, сына Ишиягу. То есть говорится о начале пророчества, 13-й год правления Ишиягу, и конец пророчества, это 11-й год правления Циткиягу, последнего царя Иуды, 11-й год его правления, это разрушение Ярушелаема и храмов. До изгнания Ярушелаема в пятом месяце, в месяце Аб. И было слово ко мне, слово Всевышнего ко мне, прежде чем я тебя образовал в чреве матери, я узнал тебя. Узнал пророком, иврите это очень часто синоним полюбил, полюбил, узнал твои качества, увидел твои качества и полюбил тебя. И прежде чем ты вышел из чрева матери, посвятил тебя пророкам, пророкам для народов, сделал тебя пророкам для народа. Любовь Всевышнего невероятная к Еремиягу. Он как бы говорит о том, что я привел тебя в мир, привел тебя в мир в такой ужасной ситуации, но это не значит, что я тебя не люблю. Страдания, которые выпали на твою долю, это потому, что ты должен быть пророком для народов и для сыновей Израиля прежде всего, и пророчествовать об их трагедиях, и, как мы сами говорили, ты сам стал символом их трагедии. Как бы сирота, родившийся сиротой, народ, это параллельно осиротевшему народу, у которого теперь нет отца в изгнании или накануне изгнания, Всевышний не защищает их, как отец, не учит их, как отец, не наставляет, как отец, это все как бы сам Еремьяху, жизнь его, это образ, но любовь Всевышнего, несмотря на все страдания, которые были постны Еремьяху, она великая. И было слово Бога ко мне, что ты видишь Еремьяху? Я ответил ему, вижу я палку миндалевого дерева, вижу я ее, и сказал мне Бог, хорошо ты увидел, правильно ты увидел, ибо я спешу миндалевое дерево на иврите миндаль это шакет и здесь есть игра слов на шакет это миндалевое дерево и шакет я спешу я староплюсь хочу исполнить хочу исполнить свое слово притворить его в жизнь и было слово ко мне второй раз теперь в чем же как бы секрет этого пророчества когда когда Еремьяху когда Еремьяху Всевышний спрашивает что ты видишь а он говорит вижу палку миндалевого дерева Всевышний говорит хорошо увидел правильно здесь мы можем представить себе что в этом есть может быть и испытание пророка как Иша Яху был поставлен перед испытанием когда ему были открыты высочайшие миры так Еремьяху поставлен перед испытанием когда ему дается знак который он должен понять должен понять и когда он понимает этот знак все это как бы само по себе печать под документом который утверждает что он пророк что же увидел Еремьяху Еремьяху увидел зеленеющее зеленеющее дерево крепкое миндалевое дерево зеленеющее как вариант эцраанан и на нем нету ни одного плода и ни одного цветка и Еремьяху понимает что дерево которое не дает цветов не дает плодов оно эквивалентно палке тот у кого нет продолжения он как палка пусть сейчас он полон сил смеется радуется когда у него нету продолжения он похож на он похож на палку и здесь в этом пророчестве содержится еще один намек для того чтобы его для того чтобы его понять нам нужно с вами вернуться к таблице да вот в 462 году до этой эры на 13 году правления Йошиягу царя Йошиягу как вы можете видеть да из 475 лет до этой эры отнять 13 лет получится 462 на 462 году Иремьяху начинает пророчествовать да вот скажем и мы можем себе представить про шакет говорят что он светет он светет 21 он светет 21 день обычно это комментируют так что три недели будет продолжаться разрушение Рушалаймы и от пролома стены 17 до 9 авгу пройдет три ужасные недели когда халдеи будут истреблять жителей жителей города с другой стороны защитники будут держаться еще три недели и не будут сдаваться даже после того как царь бежал из города да вот три недели 21 день святения миндаля но мне представляется что здесь заложено еще что-то более важное для того момента когда Иремия начинает пророчествовать если мы да вот если мы да вот если мы возьмем 462 год да возьмем 462 возьмем 462 год когда дается это пророчество да и вычтем из него 21 год да то у нас получится 400 449 449 год это да за это за как мы видим с вами за 27 лет до разрушения до разрушения Рушелаема после после гибели после гибели праведного царя Иушаяху пройдет 21 год до разрушения до разрушения Рушелаема так что представляется что это число 21 оно относится не только к трех неделям но и к числу лет которые пройдут после гибели праведного царя праведного царя Иушаяху да вот но все-таки здесь бы я хотел остановиться чтобы у нас не было переизбытка информации вот я нажимаю стоп шея да вот и я может быть надеюсь что может быть в следующий раз будут вопросы и это мне поможет также ориентироваться как как вести занятия вот но единственное что единственное что хотелось бы подчеркнуть что конечно мне представляются наши занятия очень очень важными не только знакомством с пророками но и в общем-то очень углубленным прочтением текста которого который не достигается на настоящее время и в ешивах я бы так смело сказал ни в одной не в одной ешиве не достигается такое глубокое прощение текста я вижу в этом очень большую в наших занятиях не преуменьшая не преувеличивая я вижу большую национальную задачу и призываю вас как бы активно присоединиться к ней то есть обдумывать тексты если что-то вы захотите спросить после перерыва захотите спросить по этому занятию в следующий раз я буду очень рад да вот а пока я за всем прощаюсь желаю всем легкого поста и вот как бы наше занятие получилось как сон в руку как говорят накануне 17-го тамуза когда была проломлена стена и накануне всех тех событий которые описывал Еремьягу оплакивая народ и переживая ощущая его трагедию так же как собственную как собственную трагедию всего самого-самого доброго и самого хорошего легкого поста окей всем счастливо те кто постятся Самуэль спасибо всем счастливо и пока спасибо спасибо